на International, а попадают в квалификации, то, скорее всего, между этими командами и будет битва. Если же они проходят, то, соответственно, они на International, да и Fnatic'ам будет попроще. Так что для Юго-Восточной Азии это важнейший матч. Я комментировал игры TNC. Могу сказать, что у них очень сильная макроигра. Они очень здорово себя чувствуют в лейте. И, честно сказать, даже слабых сторон особо не было видно. Они проиграли Virtus.pro. И я думаю, что в этом это непоказательно. Это не какой-то минус. Все-таки ВП очень сильный коллектив. Им проиграть не зазорно. В тех играх, что мне удалось покомментировать, они выглядели здорово. Они показали отличные передвижения. Минимум микро ошибок. Ну и тимфайты на высоте. Что касается Liquid'ов, ты совершенно правильно отметил. Они вроде как и не подсдали, но где-то чего-то им не хватает. И самое главное, Liquid' — команда, которая набрала много очков, но она так и не выиграла ни один мейджор. И для них, конечно, перед The International, для действующих чемпионов, чемпионов очень важно победить, доказать самим себе. Ну, по драфту, я думаю, можно поговорить немного. Да, действительно так. Death Prophet, St.King и Ember Spirit для команды TNC. Соответственно, Liquid' забирает себе Naga, Сориана Визажа и Никса Сассина. Очень неплохо выглядят, на мой взгляд, драфт команды TNC. То есть у них имеется уже и неплохой подпуш, и, в принципе, они очень хорошо могут дефаться у Сианах и Граунди, если вдруг Liquid задоминирует в начале. Там Ember соберет себе Мэль Штром, либо же будет собираться в физический урон и сможет очень серьезно линии подотпушивать. Собственно, пока ждем следующего пика от TNC. Liquid' уже имеются довольно-таки, да, агрессивные персонажи. Liquid' взяли Никса как контру Ember Spirit'у. Очень легко ловить через комбинацию Vendetta плюс Карапас. Это уже хотя бы какой-то контроль, потому что зачастую в стадии драфта на этом турнире я сталкивался с такой проблемой у команд, что они просто не набирают достаточное количество контроля. И какие-то Ember Spirit'ы, морфы оказываются слишком сильными. Но у Liquid' помимо Никса Сассина еще и комбинация с Dark Seer'ом. Да, выглядит это достаточно грозно. Есть Naga Sirena, которая может купить Meteor Hammer, есть Никс Ассасин, есть даже Visage, который может в комбинации с Dark Seer'ом своими птичками станет. И пока на турнире я помню только одного Dark Seer'а от Optic Gaming. И он, наверное, сделал один из главных хайлайтов турнира. Возможно, вы видели. В игре Switch'е Gaming Jeremy Thunder' там просто Сен Кинг плюс Dark Seer вдвоем всю команду убили. Ну и действительно, под пуш такая какая-то агрессия. Причем агрессия, скорее, не с точки зрения пуша, сколько на линиях и на гангах от Liquid. То есть они постараются захватить прежде всего контроль над картой, убивать соперника. Ну а потом как-нибудь уж закончат с помощью Visage'а, ведь у него много урона. Да, Visage'а действительно в последних патчах неплохо так пропали. Сейчас Naga Sirena. Ну, все еще не выходит из меты. Ее начали брать около двух патчей назад, наверное. Появилась у нее чуть ли не в Китае еще. Ну, очень часто ее берут в комбинации с тем же самым Дизраптором, но в этой ситуации мы видим, что тут уже имеется другая комбинация. Под сон в любом случае, что Visage сможет станеть своими тичками, что Dark Seer там закинет в вакуум стенку, и все может быть очень хорошо. Ну и Templar Assassin все же завершает пик команды Liquid. Действительно, берут агрессивных персонажей, берут героев, которые могут выигрывать линии. И Templar Assassin — это, опять же, персонаж, который может неплохо работать под контроль от Naga Sirena. То есть можно сразу же выбрать себе такую позицию в файте, чтобы бить двух, а то и трех персонажей своими пси-блейдами, и это может сыграть очень большую роль. Тем более, ну вот я думаю, как будут ловить Эмбера в этой ситуации. Есть, конечно, да, есть Nyx, есть Naga, которая может сеткой, опять же, не дать ему сделать абсолютно ничего. Ну, сетка — это плохая контра. Вот сам по себе Nyx, я думаю, что именно он займется, это для него главный вопрос будет — найти Эмбер Спирит и убить его. И в конце появляется ли Контроп. Очень необычный драфт. У нас, получается, Death Profit третьей позиции. Такое в современной доте присутствует такая игра. Ну и Миракл. Его игру на темп ларке против Team Spirit, помню, но эту игру Liquid проиграли. Ну, в общем-то, для него, как всегда, такой герой на исполнение, герой с большим количеством урона, который соло может сделать очень много. Ну и в целом, если мы посмотрим на драфт Liquid, у них очень много урона по героям. Очень много минус армора. Это и Нага, опять же, это и Темп Ларка. Ну и хорошие герои-убийцы. У TNC получается, знаешь, такая странная комбинация. С одной стороны, вроде как и лейт хороший, но и у них пик выглядит еще более агрессивным. Если честно, я бы поставил на TNC, наверное, в этой игре, судя по пику. Мне тоже больше нравится пик ТНC, честно сказать, и действительно и пуш неплохой. Конечно, Ликантропу здесь придется не сладко, по сути, потому что огромное количество контроля против него имеется, есть чем ловить. Но посмотрим, будет ли это так легко, смогут ли все-таки это реализовать их оппоненты. Все же команда Liquid не пальцем делана. Да, это точно. Ну что ж, расходится пока что потихонечку по линиям. Майн-контрол вместе с GH отправляется на бот. Это если действительно будет дабла в виде Дарксира и Никса Ассайсина, то дабла довольно-таки сильная. И против Ривена и Тимса должно им стояться довольно-таки неплохо. Но, с другой стороны, это Ликантроп. Ликантропу довольно сложно помешать в самом начале игры. Так что посмотрим, что придумают эти игроки. Да, я согласен. Здесь действительно линия смотрится довольно грозно, но при этом Ликантроп может отрегенивать. Но посмотрим, что здесь продемонстрирует нам ТНС, какую оборону на этой линии, ну и как много Дарксир в итоге нафармит. Ведь против Дарксира очень важно дынаить крипов в большом количестве. Сверху Death Profit будет стоять против Визажа. Визаж не самый приятный герой для Death Profit. С одной стороны, его пассивка сбивается с перецайфомными, с другой стороны, он кидает на тебя Грейв Чилл и улетает. Да и есть еще и Кура, который будет снижать броню, который будет кидать свою сетку. Начинается игра. Начинается она с того, что, скорее всего, 2-2 по баунте. Руном разменяются. Да, наверху стычка 2 на 2. Соответственно, СМИЧ пытается красть руну и забирается от Кирона Death Profit. Дальше погоня. Матумба-мен очень неплохо настреливает. Но удастся ли убить СМИЧа? Инстнейр скоро ли будет? Есть Рептайт. И это убийство. Первая кровь для команды Ликвид. Крок ее проливает. Винга. Да, Рептайт на первом уровне очень хорош. Позволяет наносить много урона. И в итоге, помимо Ферстблада, Ликвида еще успевают отжать баунти руну. В итоге, насколько я понимаю, 3 против 1. На, так и есть. И Ферстблад. Отличное начало для действующих чемпионов мира по версии The International. И я думаю, что это не конец. Кура будет продолжать харасить на этой линии. Да, пользуется тем, что Рептайт слишком хорош. Сейчас пробивают ку-ку. Ку-ку. Это 2-0. И очень больно. Да. Это очередное убийство для команды Ликвид. Прямо-таки в самом начале игры. Действительно, они доминируют очень серьезно. И опять же, под минус армором СМЧ очень неприятно стоится на этой линии. Откидывается он постоянно своими крипсформами. Но это не так сильно пробивает куру. Правда, сейчас получил огромное количество минус армора. Ну нет. Ну, знаешь, не такое, что там большое количество минус армора. Плюс ко всему 7 брони у Наги. Это очень сильный суппорт на начале игры. За счет того, что как раз-таки брони у нее достаточно. Да. Харасит действительно очень хорошо. Ну, конечно, может быть, и неплохо было бы там в самом начале вкачать Инснейр. Может быть, тоже получилось бы что-то делать. Но вот сейчас Инснейр как раз-таки летит в лицо СМЧ. СМЧ также получает и задувочку от Визажа. В итоге есть очередное убийство для команды. Ликвид 3-0. Пока просто какой-то развал на верхней линии. Посмотрим, что происходит внизу. Может быть, каким-то образом ТНС будут на этой линии упор делать. Ну, безусловно, нужно расфармить Нилькантропа. Рейвен пока стоит неплохо. У него допито 5 крипов. Сильно майн-контрол не мешает. Но у майн-контрола пока Айншел только лишь первого уровня. И очередной раз. Да, сверху просто какой-то фитфест настоящий происходит. Здесь уже слишком. И очень тяжело что-то придумать. Потому что они стоят вдвоем. Два героя же не могут просто уйти с этой линии. Тем более в леса ни Венгани, ни Деспрофит не могут нормально уйти. Деспрофит нужен уровень. Деспрофит нужен какой-то фарм. Притягивается Сенкинг. Возможно, он будет поэффективнее. Но у него два брони. Двоечка брони. Это очень мало. А здесь уже довольно-таки расфиженный визаж. Сейчас заберет вот эту пачку. Главное сейчас не подставится. Используется фортификейшн для того, чтобы гриппы зашли под тавр. Матумбумен затыкает проход. Неплохо копают его. Миркл тем временем забирает Армелу на центральной линии. Матумбумен погибает. Сюда же летит Никс Ассасин. Ура. Кура получает стан. Три в два. Отличный подкоп от Кура. Но урона хватит ли? Тимс съедает манго. Копает двоих. Забирают еще одного. Тимс. Тимс все еще жив. Джейдж проседает довольно сильно. Визаж нужно откидывать в Тимса второй спелл. Но Тимс мансует по лесам. Тимс уходит. Матумбумен не может сделать фраг. Что в итоге происходит-то у нас? Какая-то резня настоящая. Уже тяжело назвать это развалом. Потому что из той и с другой стороны делаются фраги. Ку-ку. Погибает. Да. Но 3-6 все же в пользу команды Ликвидс. Сейчас втроем отдались опять же на верхней линии игроки команды Ликвидс. Но Тимс может быть получится забрать в очередной раз. Да или нет? Есть инстейлер. По СМХ. СМХ это может быть еще и пробью. СМХ гонится. Гонится дальше. Прожимается стики. Пока пытается танцевать лесу. Очень немало урона получился соус Самшина. Ну и замедление. Все. СМХ в таверне. Тимс сможет ли хоть каким-то образом отомстить за своего тиммейта. Пытается пробивать Матумбумена. Но Матумбумен тоже не настолько легкий персонаж для того, чтобы его убить. Да, уже есть пассивка первого уровня. И самое главное было 9 стиков. Поэтому не стал давить до конца. Понимал прекрасно, что это развод. Ну и пока мы смотрели за этой резней на верхней линии, которая скорее всего не закончится. И мы еще обязательно вернемся. Случилось довольно важное событие. Потому что все эти фраги на трипл линии, да, это круто. Но Миракл в соло забрал Армела. Для Темпларки это очень крутой фраг в начале игры. Она забирает его соло, получает много экспириенс и получает еще больше разгон. И в комбинации с фидом на верхней линии у Ликвид сейчас довольно весомое преимущество. Да еще и Дарксир, как мы видим, выигрывает линию у Ликантропа. Это совсем неприятно. Да, ну вот в принципе хочется сказать, что противостояние Эмбер Спирит против Темплара Сассина, оно довольно-таки двоякое. Очередной раз Миракл забирает своего оппонента. В общем, Эмбер, с одной стороны, хорош против Темплара Сассина за счет того, что он все же своим флеймгвардом сбивает щит Темпларки, сбивает рефракшн. Но Темпларка имеет огромное количество физического урона, огромное количество минус брони. И вначале просто наказывает Эмбер Спирита. Причем зачастую я вижу Эмберов, которые берут Сиринг Чейнс в двоечку, берут писты против Темплара Сассина и не пытаются драться под тем же самым флеймгвардом. Потому что по сути это флеймгвард второго уровня тебе не нужен. Ты все равно не то, чтобы мог сильно наносить урон Темплара Сассина в такой ситуации. Тебе нужно жить. Драться один на один. Сейчас это не вариант. Очень умно стоит Миракл. Очень умно стоит Миракл. Миракл замедлил. Очередной раз. Утычка смыл. Да, и потягивается еще Джейдж. Это будет минус Армел. Армел пока что живет. Нету стиков уже. Последняя тычка снова залетает от Миракла. Пока линии выигрываются. Команда Ликвид здесь однозначно. Наверху они сделали 6 фраков. 3 убийства на медл-линии от Темплара Сассин по Эмбер Спириту. Ну, какой-то конвейер гейминг от ТНС. И не знаю, с чем это связано. Может быть, ребята не выспались. Ну, Миракл очень здорово играет. Ты знаешь, по поводу Флэймгарда. Против старой Темплара Сассин, я бы сказал, можно играть без него. Но сейчас есть ловушки, которые наносят очень много урона. И вот сейчас даже Никс не смог застанить своим Карапасом. Он подошел, прошел Карапас, а Флэймгард кончился. Потому что урона с ловушек слишком много. Нападение на Деспрофит. Сэн Кинг копает Никса. Но Никс также успевает подкопать. Сэмэйч. Сэмэйч погибает. Да, и Тимса тоже будут убивать. Тимс. Успевает отойти. Но только сейчас появилась сетка у Куры. И не успел он его поражать. Ну, не решили просто идти под Тавр за тем, чтобы убить Сэн Кинга. Хотя, если бы пошли под Тавр, наверняка бы его убили. Но решили в этой ситуации не рисковать. Ликвид. Миракл один против двоих стоит. Вообще не боится Лингу. Ну, Армелла, это хоть какая-то гарантия того, что Миракл не станет давить. Сверху нападение на Тимса. Выходит Джейдж. Будет ли копать? Да, можно спокойно копать. Нажимает карапасы. Правда, непонятно зачем. Тимс уходит в леса. Продолжается погоня. Тимс мансует. Попадает под стан. Соло самшин. Минус. 3-11. Ну, не спасает вообще никаким образом все эти... Есть на миде. На миде есть шанс забрать Миракла. Это очень важный фраг. Нужно его забирать. Нет, Миракл успевает первым оформить фраг на Эмбер Спирите. И в итоге никакого камбэка Эмбер не получает. Все золото получает саппорт Венга. Это настоящая катастрофа. То есть он отдал стрик, но отдал его суппорту. Отдал герою, который с него ничего иметь не будет. Для Венги эти деньги... Ну, на что она их потратит? На какие-то варды, на какой-то саппорт артефакт? Для Эмбера это было бы гораздо важнее. У него до сих пор нету ботинка. Да, у Эмбера огромные проблемы на бедал-линии. И тут о някаком Ботли даже не идет речь. Просто потому что... Ну, он просто не поможет против Темпла Рассасин. Каким бы ты хоть фуловый ни был, все равно дэмэдж там слишком уж немало. Сетка. Сетка. На Армеля. Армель. Тысячка смелла. Да, и просто буквально 3-4 тычки нужно на Миракл для того, чтобы забрать Армеля. Но пока получать неплохое отстан от Куку. И, на, вроде как, добить не получится. Подтягиваются еще и Тимс. Он все еще не шестой. Он все еще не шестой, и поэтому настолько сладкая цель этот Эмбер Спирит. Нужно получить шестой. Два суппорта перетягиваются помочь Армелу. Да, Эмбер оказался слишком большой проблемой для команды ТНС. Кто его знает, возможно, потом он окажется такой же большой проблемой для команды Ликвид. Ну, посмотрим. Ловить его действительно здесь довольно-таки тяжело. Есть только Никс Ассасин. Если как-то Никс проконтролирует игру против Никса, о, Эмбер проконтролирует игру против Никса, то все может получиться в этой игре. Но на данный момент 2000 преимущества на 8-й минуте. Немного, но для 8-й минуты значимо. К тому же начинают стаки потихонечку-потихонечку делаться. И Миркул уже решает их зафармить. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Ну, еще один плюс Темпларки в том, что она действительно разгоняется очень-очень быстро за счет этого прироста по голде стаков Эншентов. Ну, и сейчас тройной стак или квадро даже стак она зафармливает. Получается, что-то наподобие тысячи голды. Правда, очень сильно пробит. Главное не отъехать здесь. Это будет неприятно. Ну, вроде как пока у команды ТНС не имеется точной информации, где находится Миркул. Но я уверен, что они понимают, что сейчас происходит в этой игре. Но Армелю нужно разгоняться. Армель пока не имеет никакой возможности просто гоняться за вражеским мидером. С него нужно подфармить самому. Смог и выход. Идут за СМХ. Еще одна проблема в пике ТНС. Деспрофит в хардлинии, которая очень тяжело. Выходит сюда большими силами четыре игрока. Есть Крипс Доминатора, Птички. Да, Деспрофит лопнет моментально. Вингу тоже можно забрать. Она никуда не уйдет. В лесах ее находят Птицы и забирают. Параллельно с этим удается забрать Дарксира. Неплохо. Рэйвен вместе с Тимсом разбираются с Майнд Контролом. И суммарно... Давайте посмотрим на Файт Рекап. Да, к сожалению, Файт Рекап у нас разделен на две части. Но суммарно, по-моему, в ноль вышли. Да, мы только Дарксира, к сожалению, можем посмотреть. Ну, в любом случае проблема в том, что, конечно же, команда Ликвид сейчас будет ломать также еще и Тирадин Тавр. А Тинси ничего за это не забирают. То есть они только лишь забрали Дарксира, получили за него золото и на этом закончили. Преимущество уже 2000 за... Оно все еще 2000. Оно все еще 2000. Оно не растет. Но это потому, что вышки. В этом патче же очень мало дают за вышки. Их постоянно режут, режут, режут. Это количество золота. Ну и вся надежда Тинси вот в этом Ликонтропе. Да, проблема Ку-Ку-Ку-Ку просто взрывается. Сейчас как же много дамажа от Визажа. Ну вот очередной энснейр от Кура и просто вдвоем разбираются с Вингой. Прям супер быстро его распилили. Внизу также очередная стычка. Была погоня за Майн-Контролом. Но в итоге Майн-Контрол поворачивает эту игру в свою пользу. И Тимс пытается... Крипс Доминатора. Крипс Доминатора запуржил. Он переманивает крипас Доминатора. И теперь Крипс Доминатор будет пуржить Тимса. И Тимс уходит в песок. Нужно копать. Копает Карапаса. Но Шрайн не решил прожимать. В итоге есть Эйншел. Очередное по Тимсу. Тимс отправляется в таверну. В это время умирает Эмберспирит. Что намного важнее в данной ситуации. Потому что Матумба Мэн вместе с Кура с ним снова расправляются. Ну это та самая комбинация. Инснейр от Ноги Сирены. Возможно какой-то подстан от Фамильяров. Ну и Матумба Мэн. Это еще не все. Идут вместе с этим Сатиром под щитком. Копают Дес Профит. Фамильяр уже здесь. Свап от Венги. Дес Профит живет. Венга не живет. Дес Профит поймали в сетку. Сен Кинг уже здесь. Нужно спасать. Дес Профит слишком много урона. СМС погибает. Тимс успевает раскастовать эпицентр. Но тут же Сон от Наги. Он может уходить. Он прилетел. Пытается что-то сделать. Фамильяр посадил. Ну немного не по таймингу визаж. С другой стороны он его в любом случае отхилил. Забрать его не получится. Ну что ж. Погоня. Будет ли успешно? Нет. Пока даже волну застанели. Матумба Мэн. Зацепили. Матумба убивают. Попытается зафармить еще и фамильяров. Зафармили одного-второго пока не получается добить. Ну и можно будет подфармить крипас Доминатора. Пока Рейвен пытается по максимуму получать золото. Ему нужно не кратче. Краткий пересказ ситуации для того, чтобы вы поняли, что сейчас произошло. Был сатир, которого съели волки. Получили 200. Вбегает кентавр, который принадлежит волку. Он дает стан, но в момент стана его переманивает Дарксир. И он становится крипом Дарксира. Из-за него плюс 200 получает еще Ликантроп. Довольно неплохо разгоняют Ликантропа, хотя он все еще на третьей позиции. Да, это битва доминаторов. С одной, с другой стороны. Прикольно. Но здесь, кстати, два, поэтому битву выиграть довольно тяжело будет. Таким образом. Проблема в том, что Миракл уже с изолятором. Сейчас у него будет 12 уровень, второй уровень трапы. И заходит на Рошан, а Ликвид вот настолько быстро. Очень быстрый доминатор на Темплара Ассасин. И это действительно позволяет делать огромное количество... Да, изолятор, извиняюсь, конечно же. Это позволяет делать огромное количество вещей, которых они не могли себе позволить до этого. Но волки все видят. Сейчас просто рассыпается. Волки все видят. Падает Рошан. Забрали Аегис. Будет ли драка? Джейча заметили. Но Джейча откидывается станом. Попадает только Клич Повеншфу Спирит. Но здесь цепляет очень неплохо. Стяжка стенка. Будет ли? Стенки пока что нет. Майнконтрол будет ли дальше гнать своих оппонентов? Рейвена зацепили. Рейвен получает точку силу. Ким, копают очень больно. Ее просто некрачи съедают. Рейвен продолжается в погоне за ним. Да, Рейвену без формы очень тяжело уйти от фамиляров. Фамиляры сгрызают Ликантропа. Размен отличный. Трипл килл для Матумба Мэна. Да, но это классическая ситуация. Когда забрали Рошана и сразу же пошли в контратаку. Никс занял великолепную позицию. Да, его забрали первым. Но он выиграл драгоценные несколько секунд. Ну и файт-рекап нам покажут. Или он уже был? По-моему, не было. Но, возможно, и не покажут. Дота в последнее время ведет себя крайне нестабильно с файт-рекапами. Решила, что мы сами все прекрасно понимаем. Ну окей. Да, пока ситуация аховая для команды из Юго-Восточной Азии. Они проигрывают 7000. У соперника Аегис был. Ну его тут же выбили. Но Аегис реализован. И еще ловятся мейчи. Нужно помочь. Неплохо. Свап. Деспрофит начинает отхиливаться спирит сайфонами. Уже забирают Сенкинга. Деспрофит выживает. Ликантроп. Ультует. У Кура есть сон. Можно кастовать. Миракл. Погоня. Рейвен. Рейвен вместе с Ку-Ку выбегают. Что будут бить Деспрофит. Байбэк от Сенкинга. Деспрофит должны моментально убивать. Удар Смелда. Да, Деспрофит тут же убивают. Но очень сильно проседает Миракл. Миракл бьет его. Пытается убить Армела. Миракл погибает. Армел также отправляется в таверну. Сенкинг раскостовывает эпицентр. Не зря же он байбэкался. Майтконтрол под Суржем пытается убежать. Майтконтрол уходит в тень. Видит Ку-Ку на развороте. Ку-Ку дает террор по всем. Погибает Ку-Ку. Три в один размен. Да, забрали Миракла. Это, конечно, очень круто. Но отдали трех героев. Причем еще и байбэкался Сенкинг. Колоссальное преимущество за командой Ликвид. Уже 8 тысяч после этого файта. Ну и в принципе Темплер Ассасин раздает слишком много урона за одну драку. 2721. Это урон, который Миракл нанес за один файт. И минус 4 плюс байбэк от команды ТНС. После байбэка вроде как не умер Сенкинг. Да, он действительно не умер. Но он ничего и не получил толком. Команда ТНС просто небоеспособна на данный момент. Им нужно получить артефакты. У Сенкинга до сих пор нету Блингдаггера. Но это нормальная ситуация. В принципе у Тимса не то, чтобы все было прям каким-то образом хорошо в этой игре. Но Армель тоже не может наносить достаточное количество урона. Да, Армель очень тяжело. Он пока справляется кое-как с Темплер Ассасин. Но, как мы видим, она все равно даже, умирая за секунду, наносит много урона. К тому же, как только БКБ появится, у Эмбер Спирита... Ну он просто ничего не сможет с ней сделать. Миракл просто половину столбана сносит своему визави. Какого столба? Столба хитпоинта. Я понял. Я думал, что это как мой сосед, который на даче сносит половину столба. Спросите, у него столба или нет? Действительно очень много урона от Темпларки. Если она делает хотя бы пару ударов, это уже работает. Лекан пытается подпушить своими волками, суммонами. Это вот то, что сейчас как раз должно работать по полной, потому что все-таки АОЕ дизейблов против этих суммонов не так много. У Джейча есть стан, есть вакуум. Хотя... Так, Сен Кинга ловит. Дизейбл. Дизейбл также есть еще и от Тимса. Что же, неплохо. Да, уходит отсюда. Сен Кинга здесь не поймали. Он пытался в наглую подфармить. Ну, в общем, ждем. Ждем каких-то ключевых артефактов. Прежде всего, Блинк Даггера на Сен Кинге. Что касается Ликвидов, Блинк уже летит, да, для Миракула? Да, Мирлинк уже летит. И сейчас можно очередной раз реализовывать этот Блинк Даггер. Можно будет снова подраться. Еще и руна Хасты появляется. Кура может ее забрать и зацепить абсолютно любого персонажа, которого ты пилишь. Возможно, это, скажем так, эдакий хак позиционки от команды Ликвид. Хакер, что ли? Хакер. Прям как факер. В случае недавних новостей. Ну, вообще, с Метеор Хаммером, да, будет довольно-таки жестко. Под вакуумом там будет все залетать. И без Блэк Кинг Баров можно просто моментально отъехать. Винга пока не спасает. У нее слишком маленький радиус свапа. Да и, в принципе, очень мобильный пик у Ликвидов. Герой, которого свапают, на него тут же летит какая-то сетка. Он все равно никуда не уходит. Тир-2 тавер. Тир-2 тавер, Блинк Даггер Пуста уже падает. Ликвид прям давит и душит своих оппонентов. Абсолютно ничего пока не дает сделать. Ну, давайте посмотрим, что же все-таки команда TNC сможет противопоставить своему оппоненту в ближайшее время. Максимум, это в ближайшем файт, наверное, появится все же не крономиконы третьего уровня. Пока Эмбер. Ну, это неплохо. Может, фармить. Некрачи довольно больно грызут. Да, и нужен Юл. Нужен Юл Армелю. Не столько для того, чтобы сбрасывать в себя какие-то прям супер негативные эффекты, хотя Мел тоже неплохо было бы сбросить. Или тот же самый Солар Крис. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем ему Юл в этой игре. Ну, наверняка он просто не хочет рассыпаться с двух тычек от Меркла, потому что он понимает прекрасно, что попадает под стан. И там, ну, три, наверное, тычки Меркла стоит нанести для того, чтобы убить Эмбер Спирит и контроли все же Меркл довольно сложно. Ну, понимаешь, если он с Юлом попадает под стан, ничего не меняется. Ему вот именно нужно не попадать под стан. Единственное, от чего спасает Юл, это сетка. Но, извините меня, Эмбер Спирит это такой мобильный персонаж, который может от этой сетки уходить. У него может быть ремнон где-то сзади. Как правило, просто Юл покупают против сайленсов, против эффекта оцепенения. Здесь я не вижу роду Фатаса, я не вижу какого-то сайланса. Я вообще ничего не вижу, против чего этот Юл бы работал. Я думаю, что он передумает и возьмет себе какой-то другой артефакт. Ну, вот он уже взял барабаны. Барабаны это неплохо. Барабаны ускорят и его фармы, и, в принципе, ускорят свою его команду в прямом смысле. Блэйдмейл от Дарксира. Что же интересно. Так, Смоук от команды ТНС. Ну вот, у них до этого момента на турнире были отличные Смоки. Они всегда знают, куда нужно зайти, заходят очень грамотно в нужное место, выбирают нужные цели. Давайте смотреть. Здесь это очень тяжело, потому что Нага Сирена. Если они сейчас ее не застанут... Куроки. Должны понимать, не настоящие. Сразу же есть подкоп. Кура под Саленсом. Куров все-таки моментально разрубают. Нага Сирена отправилась в таверну. И дальше. Визаж. Ошибается визаж. Ой-ой-ой-ой. Да, если уже подстанут кентавры, я уже думал, что сможет он сделать тп-аут, но нет, этого не хватило. Вот обратите внимание, как они это делают. Вроде бы все просто, но как только видят Нагу, моментальный в нее подкоп. Санкинг даже не попал на самом деле подкопом, но есть свап, который сбивает ей каст. И тут же Сайленс. Эта команда полностью понимает, что нужно делать в Смоках. Куда можно выходить, куда нельзя. Это один из сильнейших компонентов в игре для них. Поэтому в лейтгейме они очень сильны. Но до этого лейтгейма дожить будет непросто. Никс стоит на центре. Тут же Сиринг Чейз. Стан от Никс Ассасина. Сайленс. Подкоп от Тимса. И еще один фраг. Начинает макроигра работать. Миракл. Пришел один против четверых. Из БКБ. Пытается пробивать пока Смэйча. Экзорстезм работает. Ну и дальше. Будет ли продолжаться эта драка? Уже был готов Тарксир стягивать, но пока не решил не стягивать никого. Получает Сайленс. Очень хороший Сайленс попадает по двоим. Сон также не может раскастывать Нага Сирена. Но сейчас есть уже стенка Смэйча. Просто разрубают. Не успел он нанести достаточных листов урона своего экзорцизма. И Эмбер Спирит улетает на Ремнанте. Попадает. Также еще и по трапу. Прекрасно все читает. Миракл. Миракл. Можно будет откинуть вторую трапу. Рейвен. Рейвен. Ну... Поздно трапа, да. Что-то Миракл там, по-моему, немножко ошибается по микро. И Рейвена отпускают в итоге. Мочится по-другому. И вышла Темпларка с Блоккингбаром. Единственное, что можно было сделать, пытаться от нее убежать. Ну, Деспрофит попыталась какой-то урон нанести. На самом деле, каким-то чудом не лопнули все. У Наги Сирены при этом остается Сон. Это в случае, если у Ликвида все было бы плохо в этой драке. Наги Сирена всегда бы его успела прожать. Ну, давайте смотреть. Контр-атака. Сенгинг. Есть. Эпицентр. Лика нультует. Нага Сирена. Нага Сирена должна нажать Сон. Сон. Матумба. Неплохо прохитался. Но дальше. Будет ли продолжение? Уже готовы цеплять Тим Кинга будут забирать. Тим Сы должны моментально забрать. Да. Есть ли фамильяр? Фамильяр пока что просто наносят урон. Есть выслаб от Венча Волспирит. Но Венга что ли сможет сделать дальше? Миракл. Миракл погибает моментально. Его съедает Ликонтроп. Бегут дальше за Дарксиром. Дарксир замедлен. У Дарксира нету Сурджа. Вакуум. Но тут же подстан от Тимса. Армел забирает Джейча. Майн контрола также не должна отпускать Сурджа. Нет. Слишком много урона. Визаж. Забирают сейчас. Нет. Дарксир выбрал. Ё-ё-ё-ё. Что это был за ревыш от фамильяров Визажа? Ну ладно. В итоге действительно спасается. Фамильяров правда зафармили. Тим Си насколько я понял. Если не призвал новых себе Визажа. Призвал. Призвал. Призвал новых как раз так. Так быстро их пока не забрать. И тут же Рошан. Можно зайти на него. Да. Как всё хорошо получается. В итоге предыдущий файт они ещё обернули для себя в плюс. Потому что у Темпларки не было Блэкинг Бара. И это на самом деле ошибка от Ликвид. Им нужно было дождаться, когда откатит БКБ. И Темпларку просто сожрал Ликантроп. Очень много урона. Мне нравится, что делает Рейван. Он не делает Блэкинг Бар. Для Ликантропа Блэкинг Бар это не такой хороший артефакт. Потому что он никак не усиливает Сумонов. В то время как Кираса усиливает их многократно. Тут ещё есть очередной её постфактор. Это сетка Наги. Сетка Наги работает через БКБ. И в любом случае Ликантропа можно будет поймать. Совершенно верно, товарищ Люмисид. Ты абсолютно прав. Но просто зачастую на этом турнире я видел сборки, когда все спылы контрят Блэкинг Бара. И Блэкинг Бар всё равно покупается. Непонятно зачем. Ликан сейчас настолько мобильный, что он может убегать от любых спылов, от любых раскастов. Если нет большого количества контроля, который не проходит через Блэкинг Бар, то Блэкинг Бар покупать нужно в самый последний момент. Если посудить, в принципе, какой ещё контроль имеется у команды Ликвид. Это стан от Никса Сассина, то бишь импейл. Это тот же самый визаж со своими фамильярами. И Дарк Сир с тяжкой стенкой. И, в принципе, эти спылы, ну, не то чтобы были прям вот супер летальными для Ликантропа, просто Ликантроп должен врываться чуть ли не первым, но как минимум своими сомонами наносить дэмэдж по большей части. И сомонов усилить очень плохо. Никс просвечивает его подхоп, успевает нажать Карапаса, и успеет ли подойти команда. Кура подходит, но тут же свап. Никс Сассина слишком далеко. Вакуум неплохой подстан от Никса Сассина. Стирают Вингу очень быстро. Тут же байбэк Никса Сассина. Также погибает Эмбер Спирит. Поднимает себя в Юл. Есть Сир. Юл отрабатывает. СМХ. СМХ. Отличный подкоп от Сен Кинга. И должны взрывать здесь Ликвидов. Майн Контрол на лоу ХП. Майн Контрол погибает. Также погибает Дэс Профит. Миркл влетает в Куку. Куку после байбэка. Куку падает. Сон. Цепляют трех героев. Есть ли какой-то подстан? Тимс. Тимс должен сразу сгорать. Скорее всего, будет неплохая трапа. Трапу прожимают. Но не очень вовремя. В итоге пока что живет еще и Тимс. Рейвен. Рейвена пробивает. Рейвен с Аегисом. Рейвен умирает первый раз. Умирает вообще второй. Тимс все еще живой. Тимс может неплохо подкопать. В этом файде это может быть ключевой момент. Армель улетает. Забирает волков. Миракл. Ну и дальше. Есть вязка. Женщи пробивает. Миракл пытается пробить Рейвена. Рейвен умирает в конечном итоге. СМХ также под огромным количеством минус фармора. тоже должен отправляться в таверну. Это будет минус 4 от команды ТНС. Точнее извиняюсь. От команды Ликвид конечно же. Или может быть минус 3. Армель все разбивает телепорт. И предлагая минус 4. Это была не оговорка. Да. Армель отправляется в таверну. Ну слишком много демеджа смогли нанести Ликвид. То есть здесь получилось разобраться с Рейвеном. Рейвен это первая цель, которую стоило зафокусить. И Миракл справился с этой задачей. Ну вообще по-моему даже минус 5. Там был байбек от Деспрофит, которая погибла второй раз. Да. Ну байбек кстати говоря был также еще и от Никса Сассина. Но этот байбек абсолютно ни к чему не приводит. Потому что сейчас он возрождается. И опять же идет помогать своей команде заходить на хиграунд. Это будет минус 3. Задавить этот тавер слишком сложно в данной ситуации. Хотя Симск подходит. Брось. Нет. Не будет минус 3. Ну я пытаюсь форсировать события на этой карте. Не пытайся. Команда сами даст. Когда нужно сфорсировать. Так. Подкоп там запармили очертов. Мильяра ТНС. Ну что ж. 13 тысяч преимущества за командой Ликвид. 26 минута. Напомню что преимущество на 15 минуте было что-то около 8. И я бы не сказал, что команда ТНС не отыгрывается. Команда ТНС до сих пор имеет весьма неплохие шансы на то, чтобы закомбейчить эту игру. Интрига сохраняется. Ну они уже показали, что вот они отыграли разок. Но правда после этого последовало две неудачные драки. Здесь есть очень тонкий момент. Если Дес Профит погибает, ей наверное, ну в редких случаях нужно байбекаться и возвращаться в драку. Потому что экзорцизма-то уже нет. И Дес Профит нужно максимально артефакты покупать на выживаемость. У нее есть Госкипетр. У нее сейчас появляется медалька. Это будет Солар Крест. Но ей еще нужно задуматься о байон диске. И я удивлен, что нету Юла. Вот Эмбер Спирит купил. И кстати говоря, пару раз Юльчиком он себе жизнь спасал. Но для Эмбер Спирита что такое Юл? Он поднял себя в Юл, приземлился, дал фисты, улетел. Это не так круто. Для Дес Профит она вешает спирит сайфоны, поднимает себя в Юл и приземляется в Лово. Нападение будет сейчас на Куку. Куку дает встанчик. Свап. Проживает Миракл. Как бы здесь еще и не подставится. Возможно придется прожать БКБшку. Но нет. Нет. Он просто играется. Кошки и мышки от Миракла. Мог убить Вингу, не убил. Но в случае чего всегда можно нажать Блокинг Бар. Есть Бабочка. Пробивают его крайне слабо. Силинг Чейнса Мембер Спирит вообще не попал. Ну и прилетает, зафармил Некров пачку. Задайфил свой Тер-1 Тавр. Опять же не отдал никакого золота врагу. Ну и драки здесь не намечаются. Ищет, ищет Медведемона. Находит, убивает. Еще плюс 200. Метеор Хаммер появляется у Наги. А вот теперь уже о Блокинг Барах стоит задуматься. Причем массово. Потому что Метеор Хаммер с комбинацией с Дарк Сиром, со Сном Наги, это очень неприятный артефакт. С одной стороны, конечно, Эмбер может все это дело пытаться и выйдеть. Теми же Фистами, но другие персонажи действительно должны себе прикупить. Тоже сам Эликантроп, БКБшечку. Надо, надо думать. И пока вообще есть ли смысл доделывать Кирасу? Может быть есть смысл оставить просто этот Плейт Мелон, он тебе дает броню. Да нет, Кираса нужна, нужен урон. БКБ? Нет. Ну как бы БКБ, ну да, соберет он Блокинг Бар. Ну а что толку? Всех остальных все равно стянут, убьют, его сумонов убьют, и толку никакого не будет. С Кирасой есть шанс напасть и сгрызть кого-то самим. Им просто не хватает урона. Кираса работает на сумонов, Кираса работает на ультимейт Деспрофит, она бафает всю команду. Ликан, в принципе, довольно-таки плотный персонаж, и сейчас имеет чуть ли не 2500 хп, а плюс еще есть подсейв в виде свапы в Венжи Фулл Спирит, и если вдруг что, Венга сама подставится под этот Метьюр Хаммер. А Ликан Троп со своими сумонами все же сможет уносить огромное количество урона в драке. Так что, в принципе, я с тобой соглашусь, и действительно Кираса, Кираса, наверное, нужно доделать. Но нет, Рейвен с нами не согласен. Ставит Блокинг Бар себе. Так, и появляется у Сэмэйча Солар Крест. Да, Сэмэйч, Рейвен действительно действует по как раз той логике, что ты описал. Взял себе немножко брони, чтобы укрепиться. Делает Блокинг Бар, боится дизейблов. Ну, давайте смотреть, как это все будет работать. Блокинг Бара в любом случае нет. И не будет еще некоторое время. Ликвиды вот так вот осаждают Вазу и ждут следующего Рошана. Она буквально одно убийство нужно Ликантропу сейчас-2 для того, чтобы забрать тот самый Блокинг Бар, ну или же просто пытаться фармить таким вот образом своими суммонами на металлиниях. Хотя сейчас такими-то применять суммонах можно будет зафармить в самой команде Ликвид. Я думаю, об убийстве ему остается только мечтать. Здесь Ликвиды в пятером стоят. Пармель. Фамильяр. Неплохо. Минус один. Скоро ли появится ультимейт? Ультимейт визажа сейчас уже имеется, если вдруг что он может обновить и прямо сейчас он этим занимается. Ну, значит, теперь он не сможет обновить в драке. В любом случае фамильяров вот так вот стоит забирать. Это очень прочные такие суммоны, которые очень много неприятностей доставляют. Проблема в том, что пока Эмберспирит не наносит урона. Недостаточно урона. Ну да. Был бы Мейлстром, был бы Баттлфьюри, хотя Баттлфьюри на него в последнее время в профессиональных играх. Но они то, чтобы часто собирают. Мейлстром либо Радианс делают для магического урона. Но этот Эмберспирит пошел дальше. Он решает сделать Шиву. Сразу. Это необычно. Потому что обычно Шиву делают уже после Радианса, либо после Мейлстрома. Ну, тут, видимо, упор делается на то, что в команде ТНС сейчас главный ТПСер — это Ликантроп. Именно Ликантроп должен под своим шейпшифтом наносить максимум урона. С своих суммонов, с своей тычки обычной. И, в принципе, он с этой задачей справляется. Опять же, можно сбивать быстрый фракшн на Тэмплоросатин за счет того, что самонов все-таки много. Опять же, тычек много. И Миракла нужно убивать в файте. Ликантроп может это делать. Так что, ну, посмотрим. Наверняка ТНС нам еще покажут что-то интересное. 4 баунтируны для Ликвид. Они увеличивают свое преимущество по золоту. ТНС продолжают ждать. Они ждут появления Рошана. И, возможно, попробуют там подраться. Хотя это очень тяжело. Есть Нага Сирена. Покупает Black King Bar. Мне очень нравится, вот из всего, что делает ТНС, мне очень нравится Кримсон на Сент-Кинге. Потому что Кримсон против Визажа — это отличное оружие. Против Доминатора Джейдж подцепили. Ой-ой-ой, Джейдж получает еще и подстанция. Мейдж все это время стоит в стане. Будет ли экзорцизм? Будет ли драться? Куроки. Прижимается он. Отлично. Можно будет раскастовывать. Метеор Хаммер по двоим. Эмбер Спирит успеет ли сделать хоть что-нибудь? Все-таки улетает на своих фестах. Тимса. Цепляют. Есть также еще и стенка. Пытается пробить Венж Фолл Спирит, чтобы не было никакого у вас вапа отсюда. Пошлипший в том, уже начинает разваливать Рэйвен. Чуть не пробил Куроки, но Кура все еще живет. Ну, и Ликантроп. Ликантроп уходит. Все уходят. Прожат экзорцизм. Вот это очень зря было. С экзорцизмом он очень сильно погорячился. Уже в самом конце. Просто выманили этот экзорцизм сейчас ликвиды. В итоге не смогли забрать Никс Ассасина. Я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Хотя казалось, что все, он уже мертв. Но Метеор Хаммер не работает против Эмбер Спирита. Вот как раз сейчас Юл отрабатывает по полной. И в итоге Метеор Хаммер влетел вообще в одну цель. В теории комбинация может быть гораздо жестче. Это действительно так. Армель прожимает фисты, прожимает после этого Юл. И у него уже остается не так-то... Ну, не то чтобы большое время для кулдауна этих фистов. Так что по большей части, в случае, он действительно в таких ситуациях будет выживать. Но Тир-Три Тавр не будет. Ведь в данной ситуации там тачка еще, например, имеется с Дезолятора. И Тавр должен падать очень быстро. Там, ну, это падает. Морально уже готовы отдать Тавр, а вот Бараки отдавать очень не хочется. Но что сделать с фамильлярами? Без экзорцизма траться совсем не хочется командить. Тиэнсиев. Правда, есть вызвап. Неплохой эпицентр от Тимса. Пытается драться хоть каким-то образом против Миркла. Но есть просто рэвидж от Тарксира. Подстанк гентабра-захватчика. Он цепляет целых трех персонажей. И в итоге приходится делать 2-байбайка в команде Тиэнсиев. Это минус. Сэндкинг минус. Сэндкинг минус. Минус байбайка на этих же персонажах. Смотрите, зацепить. Жечь неплохую. Шикарные станы. Армель. Армель. Просто пробивает. Фамильдяр Армель пока что живет. Но это может быть и надолго. Матумбомен отцепляет. Матумбомен получает весты. Получает чины. И это минус. Матумбомен минус 3. На развороте все-таки смогли сделать Тиэнсиев. И отдали только лишь милишный барак. Но в любом случае это драка в плюсы для команды Ликвид. Они спушили барак. Не спушили идти в три тавра. Но отделались чуть ли не малой кровью Тиэнсиев. В этой ситуации могли потерять намного больше. Только двух суппортов. Это не так много. Учитывая что экзорцизма у них не было. Подрались они очень-очень неплохо. Есть Рошан. Ну конечно. Если такие дела будут вытворять Ликвиды. Будет очень тяжело в этой игре. Просто вот шикарный вакуум под стан Кентавра. В такой ситуации никакой Метеор Хаммер вообще не нужен. Когда такой Дарксир у тебя есть. Как говорится. Был бы у меня такой Дарксир. Я бы может быть и не женился бы никогда. Хотя кстати я не женат. Я в курсе. И Рошан. Ну Рошан падает моментально. Тут слишком много урона. Еще и Рефрешер Шард. Да. Шард отдают пока Никс Ассасина. Так погоди. А получается у тебя в команде есть такой Дарксир? Да. Возможно. Возможно есть. Этот Дарксир есть в команде Ликвид. Мы точно знаем. Он просто великолепен. Ему кстати отдают Рефрешер Шард. Чтобы он мог поражать. Два Пайпа. Два Кримсона. Два. Две стенки. Но два Кримсона правда не очень работает. На два Пайпа точно работает. Сцепляет Миракла. Миракл очень опасная ситуация. Ну а подкоп на него уже был. Есть экзорцизм. Очень сильно хотят его забрать. Начинаю прогрызать. Здесь Матумба. Здесь Джейдж. Нужно откинуться импелом. Миракл почти умер. Миракл отправляется в таверну. И СМХ. СМХ будет хилиться. А где Байбэк? Миракл. Миракл. Помощь команде. Байбэк от Миракла имеется. Все. Полетел. Бежит. Но Драка все еще без него. Сенкинг раскастовывает эпицентр. Есть экзорцизм. Все стоят под сном. Будет ли Метеор Хаммер? Метеор Хаммер влетает раньше времени. Ну, подстанет. Залетает шикарный от них с Ассасина. И все лопаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же больно команде ТНС. Ну, действительно, файт, который начинался в их пользу. Но Байбэк от Миракла решил очень многое в этой игре. И тем более сейчас могут еще и забрать также верхнюю сторону. Игроки команды Ликвид абсолютно без проблем. Нету Байбэка у Веншфолл Спирит. Нету Байбэка у Сенкинга. Они Байбэкались в предыдущем файте. Ну и Темпл Рассассиан с Нетворсом. 24 тысяча. Сейчас здесь ТНС очень быстро ломает верхнюю сторону. Слишком большое преимущество. Да, я приношу прощения. Прошу прощения, вернее. Приношу извинения господину Куроку. Он попал Метеорхаммером. Мне просто показалось, что еще в сон выдал. Но нет, очень четко все сделал. Кура красавчик. Мы видим, что у него есть базилка. Это, скорее всего, та самая комбинация. Но здесь уже просто заканчивается игра. Последняя драка. Эншент падает и забирает его Ликвид. Ну, отличное начало для Ликвид. Действительно, это все-таки первая карта плей-оффа. Первая игра. Но стоит заметить, это Best of 3 противостояние. Так что надо будет закрепить свой успех. Так что, это все-таки первая игра. 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 Субтитры сделал DimaTorzok